Лояльность вы знаете, loyalty это верность в переводе с английского. Конкуренция на рынках обесценивает отношения, которые были раньше у компаний и клиентов. Самое время строить новое. Речь идет о чем? О том, что слишком много похожих товаров, слишком много похожих услуг. Очень сложно отличаться. Единственная конкуренция идет, это ценовая, постоянная ценовая война. Человек приходил в Mediamart, выбирал какую-то технику, телевизор, потом приходил домой, открывал Е96 и то же самое заказывал, что дешевле. И мало того, что дешевле, еще и с доставкой. Это к вопросу о сервисе. Что сервис это не то, что спасет вашу компанию. Сервис это не самое главное в вашей компании. Вы же должны понимать, что есть цены, есть маркетинг, есть структуры, есть позиционирование и так далее. Что это все важно. И сервис в том числе. Умный руководитель, хороший исполнитель. Объяснить сотрудникам, что любой может стать любым. Финансовый директор. Я говорю, ты когда-нибудь торговал в зале? Он говорит, где? Я говорю, я понял. Зал это там, где шубы у тебя висят. Ну, ты же финансовый директор. Он говорит, да. Я говорю, у тебя задание, в следующей неделе ты работаешь в зале. Он говорит, ты что там буду делать? Я говорю, очень просто. Ты учишь каталоги, научишься консультировать людей. Это, кстати, было лето, поэтому там клиентов было не так много. Идея заключается в чем? Что если ты руководитель, допустим, ресторана, управляющий, менеджер, хозяин, собственник, нет никаких проблем, чтобы выйти что? В зал. Добрый день, здравствуйте, добрый день, здравствуйте, добрый день, здравствуйте. Если вы, допустим, владелец автосалона, допустим, на Металлургов Автоплюс, Тойота, Лексус, Шестопалов, да, периодически выходит в зал. Добрый день, здравствуйте. Ну, люди не знают, что это Павел Шестопалов, хозяин. Я говорю, здравствуйте, я могу вам рассказать об иномарке, о машине. В Лексусе он часто, можно его увидеть там просто в роли продавца. Это очень круто, это супер, это говорит о том, что руководитель что? Показывает тот самый пример, понимаете? Это очень важно. Сервис – это не история, не картинки, это личный пример. То есть я всегда, допустим, если я работаю с компанией, я выхожу, я стою на ресепшене. Фирменная одежда, я говорю, здравствуйте, добрый день, здравствуйте, добрый день, здравствуйте. Почему? Потому что если я не прочувствовал, как они работают, как я могу это что? Настроить, скорректировать. Без этого погружения, особенно тебе, как руководителю, очень сложно понимать, что происходит на самом деле. Очень сложно. Большинство руководителей слишком оторваны от людей, слишком оторваны. Сервис – это лидерство. История про Customer Journey Map – это карта путешествия клиента, что клиент, который приходит в вашу компанию, так переводится слово Customer Journey Map, в принципе, это маркетинговый инструмент, но маркетинг и сервис в некоторых областях, они очень сильно дружат. Это история о том, как сделать путь клиента в компании максимально что? Не просто удобным, а чтобы клиент, обратите внимание, как вы заходите в Starbucks. У них прописаны, я просто видел их стандарты, у них прописано даже так. Если вы видите мужчину с лэптопом или с компьютером, с ноутбуком, никогда не прогоняйте его, это наш гость, это наш клиент. Сделайте так, чтобы он сел поуютненько, устроился, и он обязательно что-то закажет. То есть там сценарий написан для абсолютно разных-разных что? Типов клиентов. Это не просто так. Те точки, которые там расположены, удобные пуфики, диванчики. В других странах, особенно в России не так. Starbucks – это вообще какая-то суперкультура для всех встреч, там очень много людей просто общаются. Как сделать так, чтобы клиент прошел все точки в моей компании, и в каждой точке он что? Получил удовольствие, получил удовольствие, получил удовольствие, получил удовольствие. Я здесь привел примеры, здесь они есть. Ну да. Кстати, вот Custom Ad Genie Map Starbucks. Это более подробно Custom Ad Genie Map. То есть я когда говорю расписываются стандарты, я не шучу. Все сценарии расписываются. Если это ресторан, знаете, какие сценарии расписываются? Что делать, если к стойке подошел один мужчина? Что делать, если подошла компания, как мы с ними работаем? Если подошла семья и маленький ребенок, как мы с ними работаем? В Кинофоксе я делал стандарты, в Каменске – сеть кинотеатров. То есть прописываются стандарты под каждый случай. А что сделать, если мужчина подошел с тремя детьми, и его карточка не прошла? Еще раз, мужчина, трое детей – это Каменск, огромная очередь. И карточка что? Не прошла. А дети уже ждут там этих лунтиков или кого они ждут. Что делать в этом случае? Что делать? Администратор может сказать так – ну, не прошла и не прошла. Маленькие, постойте, там, идите на первый этаж, там, ля-ля-ля, ну и там, что-то снимайте. А может сделать как? Я же забочусь о клиентах. Для меня очень важно, чтобы кто получил в первую очередь детский фильм удовольствие? Дети. Я говорю, ребят, вы точно, вы точно кайфанете. Вы не пропустите свой мультик ни в коем случае. Что такое для ребенка опоздать на 10 минут на мультик? Это все, это застрелиться. Это папа неудачник. Говорит, я никогда не сделаю так, чтобы ты опоздал на мультик. Ты обязательно его будешь смотреть. Я тебя посажу и решу маленький финансовый вопросик. И он ушел. Но это, к примеру, мы прописывали эти истории о том, что, да, допускается детей посадить что? Какой родитель, вот какой процент родителей убегут? Я не знаю, я не знаю, я не столкался с такими людьми. Такой, ура, сами до дома доберут, но сэкономил, что, 450, ну, и побежал. Я не знаю, ну, таких там не было. Первые лица, это не директора. Это не те, кто сидят в кабинетах, как многие думают. Первые лица, это те люди, которых клиент видит первыми. Это называется фронтлайн, называется линейный персонал, это называется фронт офис, это называется... Короче, это дворники, ну, как бы. Их, кстати, никто не тренирует. Охранники, их тоже никто не тренирует. Человек-человек, будь на равных, не унижайся. Вот это стоит расшифровать. Есть два сценария, которые проходят 99% сотрудников. Они постоянно в них вываливаются. Первый сценарий. Они уходят выше. Это понты. Пример я вам приводил. Ну, допустим, человек заходит и так... Это кто вообще? Все понятно. Ну, и так далее. Странно это слышать. Ну, как бы, это же, Максим, такого не бывает. Это же рынок, это же конкуренция. Поверьте мне, таких мест с такими людьми навалом. Ты приходишь, и они делают вид, что, что... Ну, короче, ты помешал их работе. Что ты пришел вообще? Все нормально без тебя было. Я вообще-то клиент. Выше. И вторая история, это уходить ниже. Прислуживать. В самом негативном значении этого слова. Что такое прислуживать? Человек заходит, да, ты сейчас все тело не вопрос, сейчас Петр Петрович, и так далее. Поверьте мне, людей, особенно людей, там будет один из вопросов, как работать с VIP-клиентами, что людей, которые в этом, ну, с точки зрения социума состоялись, у них есть деньги, какие-то возможности, поверьте мне, таких людей это поведение вообще не удивляет. Им все прислуживают. Все его так делают. Добрый день, здравствуйте, Петр Петрович. Я прикалываюсь иногда, там, в ресторанах тренинги веду. Я говорю, ну, представьте, завтра вам объявляют, в ресторан приедет Путин. Ну, вот так. И знаете, что произойдет? У половины персонала, там, понос, рождеарея, у поваров, там, тик нервный, у кого-то прячься, да, я... Путин. И что? Это значит президент, он приедет в ресторан, супер, класс. И очень редко я встречаю официантов, которые... Вау, Путин, серьезно? Когда завтра, ху-ху, класс, селфи сделаю. Так, ладно, а во сколько он приезжает-то? Что там нужно сделать? Понимаешь, человек искренне что? Это возможность для него? Это классная. То есть, его этот авторитет, он что? Он не давит, он его не прибивает. Он очень легкий, он говорит, вау, супер. Я давно, кстати, хотел с президентом-то это, обсудить. Вот, ладно, буду его обслуживать. Супер, я очень жду его, и это будет очень здорово. Таких людей мало. В основном люди уходят ниже, они прислуживают. Что такое прислуживать, если мы сейчас немножко упадем в это понятие, в глубину? Надеюсь, что вы поймете. Прислуживать, это, знаешь, я ненавижу себя за то, что я работаю с тобой. Я ненавижу, что я не на твоем месте, я здесь. И вот этот гнев, он просто сковывается здесь. Здесь гнев яркий. Вот эта вот обида, вот высокомерие, оно высвечивается. А это другая сторона того же высокомерия. Я просто не люблю тебя, но у меня нет сил, чтобы сказать тебе об этом. Поэтому я делаю вид, что я такой добрый, хороший. Здравствуйте, приходите, пожалуйста. А внутри такой думаю, господи, когда ты уйдешь? Почему я? А где мои деньги? Вот такой человек, правительство, государство. Значит, здесь людей в сервисе гораздо больше. Тех, которые терпят. Я вам говорю, так уходите из сервиса, не работайте с другими людьми. Она говорит, ну, Максим, вы понимаете, что там ипотека, семья, дети. Как мы уйдем? Вот вам так просто говорить, вы тренер. Я говорю, ну да, ясно. Значит, с такими людьми, ну я тоже расскажу, как работать. Их нужно поднимать вот сюда, а этих нужно подопускать. Здесь контакт очень прямой. Здесь он написан, человек, человек. Мне не важно, кто ты, президент, премьер-министр и так далее. Ты пришел сюда для чего? Чтобы покушать? Я ждал тебя. У нас самые лучшие блюда, ты никогда не пожалеешь. Вот это, кстати, еще одна тема сервиса. Сделайте так, чтобы ваши клиенты, ваши гости никогда, никогда не пожалели, что они к вам пришли. Никогда. Сервис это когда ты никогда не жалеешь о том, что ты пришел. Это очень важно. Это очень важно, это дико важно. Контакт человек-человек. Это не значит, что я подхожу и президента обнимаю. Вов, привет. Как ты? Это неуместно. Это говорит о том, что я профессионал и он профессионал. Он пришел для чего? Чтобы покушать? Я готов в этом помочь, я готов поддержать. Я сделаю все, чтобы ты отдохнул и никогда, никогда об этом не пожалел. Вот и все. И моя работа будет оценена на 5 баллов. Человек-человек, в этой транзакции нет никаких эмоций. В этой транзакции нет капризов. Ой, а почему чаевых нет? Сеть кальяных я тренировал. Кальянщики знаете, как чаевые любят это получать? Ну, в мешочке. Они так кальяну его вешают. И типа ты тут должен сунуть деньги. И мы уже уходим. Он так стоит. Я говорю, что? Я говорю, мешочек пустой, что ли? Или что? Я говорю, я понял. Когда человек вымаливает, знаешь, когда он играет в эту историю, уходит ниже, как бы начинает вымаливать из тебя деньги, чаевые. То есть ты расстаешься с этим, но это, знаешь, как одолжение. Это не радостно. И это не об этом. Никогда так не делайте. Не жалейте людей. Не жалейте людей. Я их тренирую в этот момент. Поэтому очень много персонала в заведение, когда я прихожу, они уже меня помнят. Я говорю, как корень пришел. Идите, лучше вы обслуживайте этот столик. Я вам скажу, это еще одна беда, в принципе, про российский бизнес, что мы не говорим прямо о том, что нас не устраивает. Мы молчим. Он что-то принесли, но не очень горячий. Мы такие, ну, в принципе, ладно, что. Ну, ладошками подогреем, в принципе, хорошо. Или там муж тебе говорит, а что? Ты сядь, успокойся, ну, в ресторан в кои веки-то пришли. Что ты гнишь вечно? Нормально все. Ну, подумаешь, по кондиционерам там, ты кашляешь, что ли, у меня? Ну, и так далее. Что мы сами плохое обслуживание, что? Прощаем их, смягчаем. Мы сами других людей, что? Расслабляем.